На сегодняшнем заседании из полкома городского совета были рассмотрены вопросы, касающиеся проектов, на которые берет курс городская власть и которые вступают в активную фазу выполнения. Однако по большинству подготовленных проектов есть задержки в выполнении. Связано это с тем, что неопределенно главный распределитель средств. По этой причине их не принимает областной департамент ЖКХ. То есть технически мы готовы. С нашей стороны задержек никаких не нет. Есть информация на сегодня, что готовится распоряжение губернатора о закреплении распорядителей средств, которые будут заниматься и распределением средств, и соответственно электронными закупками. Единственное, они обращаются к нам, чтобы мы со своей стороны были технически к этому. Потому что на уровень бюджета уже зашел определенный объем средств и готовы финансировать сегодняшний день. Так, уже разработана проектно-сметная документация реконструкции ливневых стоков от улицы Ливаневского до Казанцева. Это один из наиболее проблемных участков дороги, где во время обильных осадков образуются озера. В результате реконструкции диаметр трубопровода увеличится. Будут добавлены водоприемные колодцы. Таким образом, напряженность будет снята. Общая протяженность указанной сети – 1600 метров. Стоимость проекта составляет 17 миллионов гривен, 328 тысяч. Реконструкцию ожидает и система горэлектротранспорта. На наиболее проблемных участках будут заменены контактные линии и рельсовое полотно. Есть комплексная программа, которая достаточно объемная с точки зрения финансирования. Порядка 600 миллионов гривен. Поэтому сейчас мы с нашими международными донорами ведем диалог по поводу создания Европейского кольца, который будет помогло нам решить проблему, в том числе и с контактной сети, и с рельсовым полотном. По словам специалистов, ремонт и замена рельсового полотна требуют колоссальных финансовых затрат. Например, замена 900 метров рельсов из 50 километров обойдется в 10 миллионов гривен. Это очень-очень, ну, деньги хоть там и написаны 10 миллионов, но это решение проблемы, ну, очень-очень минимально.